Здравствуйте! В эфире программа «Город С» завершилась одной из важнейших событий года. Мы внимательно слушали ежегодное послание губернатора Самарской области Дмитрия Азарова к жителям региона и депутатам Губернской думы. В нашей студии лидеры общественного мнения, эксперты Наталья Николаевна Виктор, главный врач Самарской городской больницы номер 4. Наталья Николаевна, здравствуйте! Спасибо, что пришли в нашу студию. Спасибо, что успели, потому что понятно, что совместить сегодня все это достаточно сложно. И тем не менее, вы это сделать смогли. Ваше личное мнение, что вы услышали в послании губернатора, в ежегодном традиционном послании губернатора? Ну, наверное, начну с того, как житель нашего города и Самарской области я услышала очень много того, что сделано. И на самом деле, живя в Самаре и Самарской области, я это вижу воочию. Я вижу, как строятся новые дороги, возводятся новые здания, мосты, благоустраиваются общественные территории, набережные. Как преображается наш город, какой он становится красивым. Ну, а если сказать, как врач, конечно же, я обратила внимание, с вниманием слушала, как происходит модернизация системы здравоохранения Самарской области. Сделано очень много колоссальных изменений сейчас у нас произошли и происходят в системе здравоохранения. Это строятся новые поликлиники, это и капитально ремонтируются поликлинические отделения. Вот скоро мы будем ожидаем открытие, но вновь построенной детской больницы инфекционной. И мы очень, как коллеги, радуемся за своих коллег и за наших детей, которые будут получать помощь медицинскую в новом здании, в современном здании, в современном оборудовании, в оборудованном здании. Ну, конечно, много сделано. Я могу сказать даже то, что сделано по нашей больнице за эти пять лет. Ну, во-первых, в 2020 году, благодаря губернатору, в нашей больнице открыт Центр амбулаторной онкологической помощи. А что это означает для людей? Я сейчас скажу. А это национальный проект здоровья, одно из направлений, борьба с онкологическими заболеваниями. То, о чем губернатор, кстати, говорил. То, что он говорил, да. Мало того, что открытое это отделение, оно оснащено благодаря также бюджетным средствам, новым, высококлассным оборудованием современным. Нам было поставлено и два колоноскопа. Это и ультразвуковое оборудование, эндоскопическое оборудование, новый маммограф. И все это оборудование экспертного класса, что, конечно же, улучшает диагностику медицинской помощи. А центр этот открыт для того, для раннего выявления злокачественных новообразований. Раннее выявление, лечение, наблюдение наших пациентов. Для того, чтобы не задерживалась диагностика и вовремя направить на уже оперативное лечение или другое, которое пациенту необходимо. Я на что еще обратил внимание, если говорить о насыщенности поликлиниками. Потому что, ну понятно, что первичная зона – это поликлиника. Это, наверное, то, что называется самое главное, куда мы все приходим, когда нас болезнь, так сказать, заставляет. Ну, к сожалению, мы не так часто ходим, когда необходимо. Так уж устроен россиянин. Нас заставляют, призывают. Это, кстати, тоже очень важный фактор. Вот я обратил внимание, что все поликлиники стараются заниматься вот этим вопросом профилактики. Вот сейчас, на ваш взгляд, вот насколько вообще ситуация с поликлиниками на территории городского круга Самара, на территории Самарской губернии благополучно? То есть вот насколько насыщена? Ну, амбулаторно-поликлиническая помощь, как вы сказали, действительно очень востребована. И это первое здание, и в регистратуру любой поликлиники обращается пациент по любому своему здоровью или нездоровью. Но я могу сказать, что, конечно, первостепенно это кадры. И кадры у нас сейчас приходят. Приходят целевики в лечебные учреждения. В нашем лечебном учреждении укомплектованность кадрами достаточно высокая. И в поликлиническом звене, и в стационаре, и средним медперсоналам. И, конечно же, то, что оборудование новое закупается, это все делается для доступности и качества медицинской помощи. Я думаю, что вот тот вопрос, который вы мне сейчас задали, он у нас решается успешно в нашей Самарской области. Здесь как раз к вопросу о кадрах. Вот то, что сегодня тоже в послании говорилось, это, собственно говоря, развитие системы образования, это стимулирование детей, подростков получать востребованные профессии, в том числе и обучаться вот как раз по медицинским специальностям. Да, конечно, мы очень тесно сотрудничаем с Самарским государственным медицинским университетом, который, в общем-то, нам и поставляет кадры в лечебные учреждения, в лечебную сеть практическую. Здесь еще одно, на что я лично обратил внимание, кстати, это ситуация со смертностью, которая снижается, статистика смертности снижается. Это просто объективный показатель. Ну и, наверное, может быть, даже один из самых важнейших. И вторая – это ситуация со скорой помощью. Потому что вот парк машин скорой помощи – это вот… Как на вас это отражается? Вот вы насколько это… Я могу сказать, что и губернатор в своем послании, он это озвучил, что парк скорой медицинской помощи обновился в полном объеме на 100%. Но также нам еще и в поликлинические отделения также обновили парк машин неотложной помощи, что очень играет большую роль в оказании медицинской помощи на амбулаторном этапе. Поэтому… А скорая помощь, конечно, это также доступность, это время доезда, это соблюдение золотого часа иногда, да, когда вовремя доставлен пациент в больницу, и ему оказана своевременная помощь, что оказывает большое влияние на его состояние здоровья и жизнь. Поэтому вот так. Николай Николаевич, если говорить не только о вашей профессиональной специальности, вот на что еще вы обратили внимание в послании? Вот ваше, скажем так, вот, ну, ваш субъективный взгляд? Ну, послание очень четкое, емкое, и, вы знаете, очень доступное. Вот ты понимаешь, о чем говорит наш губернатор, и что он планирует на последующие годы? Вот я лично еще хотел бы обратить внимание, наверное, на программу развития комфортной городской среды, потому что в начале нашей беседы сказали, что город меняется, и как раз меняется он в том числе вот благодаря вот этому, вот этой программе. Здесь, ну, наверное, важнейшая такая история, потому что она, с одной стороны, затрагивает людей, потому что невозможно начать эту программу без участия жителей. И, с другой стороны, она позволяет изменить окружающее у нас пространство. Ну, конечно. Ну, у нас и жители стали более активными, которые принимают участие и в голосовании, очень активно, я просто знаю, я сама принимаю участие, и мне очень хочется, чтобы Октябрьский район был красив, и было приятно прогуливаться по улицам. И мы видим изменения, я вижу эти изменения, понимаете? Это город преображается на глазах, просто на глазах. Ну, да, тем более как раз то место, где находится ваша больница, там сейчас как раз идет реконструкция. Да, конечно, конечно. Даник Ван... Я вот хотела бы еще сказать немаловажное, все-таки как, опять-таки, вернуться как профессионал медицины. Вы знаете, мы пережили два очень тяжелых года пандемии новой коронавирусной инфекции. Безусловно. Каждый день губернатор был с нами, со всеми медицинскими работниками, и мы очень чувствовали его поддержку. Но, во-первых, это была модернизация тех больниц, которые оказывали помощь больным с новой коронавирусной инфекцией. Вот это и кислородные развязки, да, то есть снабжение и обеспечение больниц кислородом. Это и дооснащение необходимым оборудованием, особенно реанимационным. Это и медикаментозное обеспечение. То есть, ну, такую помощь оказывало наше правительство, и в частности Дмитрий Игоревич, что это нельзя недооценивать. Даже больным на амбулаторном этапе мы с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, то есть это ОРВИ, мы получали определенный набор медикаментов и выдавали совершенно бесплатно для лечения таких пациентов на амбулаторном этапе. Вы знаете, ну, нельзя недооценить помощь нашего губернатора вот в то наше тяжелое время. И нельзя это забывать, кстати, абсолютно право. И это никогда не заботится. Это никогда не заботится. Даже он беспокоился за тех сотрудников, которые вот работали в ковидных госпиталях, и было обеспечение горячим питанием наших сотрудников. Согласен. Это никто никогда не заботит. Это была проверка на прочность, которую можно было пройти только всем вместе, кстати. Да, это было вот совместно и с правительством, конечно, с нашим министерством здравоохранения. Помощь мы получали отовсюду, но вот таким коллективом мы это выдержали и прошли. Наталья Николаевна, спасибо за интересную беседу. Обсуждать послание можно, на самом деле, очень долго, потому что, вы правильно сказали, это очень такой многослойный и насыщенный информационный проект. Большое спасибо, что пришли в нашу студию. Всегда рады вас видеть, потому что все, что касается здравоохранения, все, что касается медицины, нам всегда очень интересно. Напоминаю, в нашей студии была Наталья Николаевна Виктор, главный врач Самарской городской больницы номер 4. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»